Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Время подумать о безопасности. В городе стартовала прививочная кампания. Я мама, которая за прививки. Где сделать укол здоровья? От детективов до классики в стране отметили День библиотек. У нас есть что почитать. Чем удивили читателей? Очередное поражение. Хоккейный клуб «Бобруськ-2» проиграл минскому юниору. Насил не хватило на концентрацию в третьем периоде. С кем следующая схватка? А также экологичный транспорт, совместное учение и «Здравствуй, лето». Синоптики прогнозируют жаркую среду. Надолго ли потепление? В Бобруське 10 сентября стартовала прививочная кампания. В 2020-м в условиях циркуляции коронавируса вакцинация важна как никогда. Специалисты прогнозируют вторую волну COVID-19. Как обезопасить себя от заражения двумя инфекциями сразу смотрите прямо сейчас. Прививочная кампания 2020 в Бобруське началась еще в конце прошлой недели. Заблаговременный подход нацелен на то, чтобы сформировать у жителей иммунитет к пику заболеваемости. Он прогнозируется на февраль-март 2021-го. Уколы здоровья делают и дети, и взрослые. В числе пациентов главный государственный врач. Важность вакцинации Дмитрий Лайтер знает не понаслышке. Мы проанализировали заболеваемость в различных коллективах, которые прививались в прошлом году. Мы брали контрольный коллектив, который не прививался и который прививался. То есть и разница в заболеваемости в более чем в 10 раз. То есть люди, которые прививались, коллективы, которые прививались, меньше болели острыми респираторными инфекцией и гриппом. Пандемия коронавируса вдвойне увеличила потребность вакцинации. Особенно сезона в совместной циркуляции гриппа и COVID-19. Возможно, одновременное заражение. Вот и семья Курмас здраво оценивает эпидситуацию. На прививку в седьмую поликлинику пришла в полном составе. Я считаю, прививаться нужно, чтобы избежать вот этих сильных эпидемий и каких-то тяжелых последствий после болезни. Ну и вообще я мама, которая за прививки. У меня дети привиты от всего. Этой осенью пациентам предлагают три препарата на выбор. Российский гриппол, французский ваксигриптетра, нидерландский инфлювак. В первую очередь обращают внимание на тех, кто в группе риска. Вакцинации в стране планируют охватить до 4 миллионов человек. Это дети от 6 до 3 лет, больные хроническими заболеваниями, дети взрослые, это лица старше 65 лет, беременные женщины, лица, которые находятся в закрытых учреждениях. Важно сформировать иммунную просторку в количестве 40% привитых лиц во всех организованных коллективах, для того, чтобы даже те люди, которые не имеют возможности привиться или имеют какие-то противопоказания, были защищены от этой инфекции. Сделать прививку можно в поликлинике. Перед процедурой потребуется пройти осмотр у врача. Завершить кампанию в Бобруйске специалисты планируют уже в ноябре, чтобы в зимний период быть готовыми к борьбе с вирусом. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Славянское братство, финиш уборочной и день без авто. Белорусы присоединятся к международной акции «Когда». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Чуть более процента площадей осталось убрать белорусским аграриям. Сейчас вес республиканского каравая 8 миллионов тонн зерна. В авангарде уборочный Минский регион, следом Грудинский и Брестский. В Могилевском намолотили 1 миллион 115 тысяч тонн. Последний, кто не перешагнул шестизначный рубеж, остается Гомельская область. 400 компаний из 15 стран готовятся принять участие в международной выставке «Белагра-2020». Аграрный форум – это плацдарм для лучших мировых сельскохозяйственных новинок. По традиции большой интерес вызывают отечественные разработки. МТЗ представит 15 новых моделей, которые впервые будут показаны широкой публике. Экспозиция начнет работу 29 сентября. Белорусам предлагают присоединиться к Международному дню без автомобиля. В нынешнем году он посвящен продвижению низкоуглеродных видов транспорта. Девизом акции, которая пройдет 22 сентября, станет призыв «Выбирай, на чем передвигаться». Уже зарегистрировались 45 городов Синекой, в том числе Бобруйск. Совместные белорусско-российские учения пройдут в Бресте. Они включают в себя два этапа. На полигон уже прибыли десантники и стороны соседки. Всего будут задействованы почти полторы тысячи военнослужащих. Свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. Профессиональный праздник – День библиотек. В Беларуси сегодня отмечают работники отрасли. Городские книжные храмы подготовили для читателей акции и мероприятия. В Бобруйске действуют 10 книгохранилищ. Сегодня это социально-культурные и просветительские центры. В честь праздника каждая библиотека подготовила для читателей сюрпризы. В восьмой развернулась уникальная мобильная выставка. Она рассказывает о развитии православия в нашем городе. В подарок от Бобруйской епархии несколько новых изданий. И обязательно книга. То есть мы здесь всегда стараемся поднести. Спасибо. Для наших читателей очень хороший подарок. Учреждение обслуживает почти 4000 читателей всех возрастов. На стеллажах каждый найдет для себя литературу по вкусу. Большая часть книжного богатства – новинки, которые только недавно сошли с печати. Среди изданий есть и эксклюзив. Фон библиотеки составляет почти 50 тысяч. Среди экземпляров есть и фоксимильные издания Библии, и азбуки Франциска Скорины. В прошлом году, когда был «Винок дружбы», у нас приезжал такой автор Виталий Кулик. «Волчий мох» и «Полезская ведьма». У нас вот автографы есть этой книги. И люди ждут продолжения. Книги изумительные. И белорусы узнают столько о себе интересного, о своих традициях, о своих каких-то обычаях. Очень многие люди, которые давно не приходили в библиотеку и зашли, они удивляются, что у нас достаточно много новинок. Новинки разнообразны на любой вкус и цвет. Поэтому у нас есть что почитать. У нас очень хороший периодик. Библиотека идет в ногу со временем. Уже два года здесь работает белорусскоязычный познавательно-образовательный проект для детей и взрослых. Запустили его к году малой родины. Особенно в мероприятии, вот, он взелено городу Бобруйску. Это очень интересный квест игры по нашему городу. Дети путешествуют виртуально вместе с нами, с нашими книгами, с нашими какими-то заданиями. Вот по всей Беларуси. В библиотеку номер 6 за периодическими изданиями приходят больше 4000 горожан. Хотя она и детка, найти книгу по вкусу здесь могут и родители. Подростковый возраст такой дети любят очень приключенческие. Вот, и женщины такого возраста, который 45, там постарше, любовные романы, детективы. Ну, мужчины любят детективы, боевики. Ну, малышня любит все, ему что не прочитаешь. Всего в стране более 7 тысяч книгохранилищ, 180 миллионов изданий и документов. Сохранить информацию помогают цифровые технологии. Бумажные картотеки уступают электронным аналогам. Между тем, художественная литература все еще больше востребована именно в бумажном виде. Анастасия Похлестова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Столь очевидцем происшествия, бьетесь над решением набоевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В графе набранных очков 0, хоккейный клуб Бобруйск-2 продолжает свое выступление в высшей лиге чемпионата Беларуси. После выездной серии игр спортсмены вернулись на родной лед. Максим Кембель отправился в Бобруйск-арену. Первый домашний матч вышел комом. Юниоры забросили 4 безответные шайбы ворота Бобров. Сегодня хозяева пытаются ржиться первыми очками в чемпионате. Стартовая 20-минутка не сулила ничего хорошего Бобруйску. Гости из столицы отличились три раза. Хозяева смогли отквитать лишь одну шайбу. На первый тайм-аут команду ушли при счете 1-3. Во втором периоде Бобры сумели переломить ход встречи. По разу отличились Павлов, Кирин, Рыжкович. У юниоров результативным действием отметился середа. 4-4. Судьба трех очков решалась в третьем периоде. Где-то начали проигрывать, потом вывели игру в ровно. Потом, может быть, как-то немножко думали, что все сейчас дальше будет так же идти, но не получилось. В решающем периоде высокое исполнительское мастерство столичных парней сыграло главную роль. Бобры получили в свои ворота три шайбы. Финальная серия зафиксировала победу гостей со счетом 7-4. Два периода была живая, хорошая игра. В третьем периоде немножко уже силенок не хватило на концентрацию, потому что отдавали шайбочку на пустых местах. То есть, ну, где-то вот именно сил не хватило на концентрацию в третьем периоде, чтобы контролировать шайбочку. Ну, а так, два периода хорошей игры в третьем периоде посели немножечко. В первую очередь хочу сказать болельщикам спасибо за то, что приходят нас поддерживать. Получить команда новая, собрана. Тренируемся, работаем. В дальнейшем будем побеждать. Для хозяев льда поражение стало четвертым подряд. На данный момент бобры обитают на дне турнирной таблицы. В графе набранных очков грустные нули. Сегодняшняя игра уже история. Следующий матч бобручане проведут на выезде 20 сентября. Соперник Неман-2. Стартовое вбрасывание назначено на 17-0-0. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск-360. Облачно с прояснениями временами осадки. Таков был девиз вторника. Столбик термометра достиг плюс 21 градуса. Надолго ли тренд Анастасия Пахлёстова. Завтра в Беларусь придет теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах появится слабый туман. Синоптики прогнозируют сильный ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду. В страну вернется настоящее лето. В некоторых районах воздух прогреется до плюс 28. Кажется, это последний шанс выгулять легкие платья. На смену придут теплое пальто, шапки и шарфы. На Шэньчжэне обрушился сильный ливень. Китайский город моментально превратился в Венецию. Непогода застала врасплох автомобилистов, которым пришлось покидать затопленные машины прямо посреди дороги. В воде застрял и автобус с пассажирами. Спасатели экстренно прибыли на место. Северо-запад Испании молится о дождях. Там разошлись лесные пожары. В автономном сообществе Галисия испепелено более 3000 гектаров зеленого богатства. Огонь наблюдается в трех провинциях. Пока взять стихию под контроль не удается. Завтра небо над городом накроет легкий слой облаков. Дождей не ожидается. Подует юго-западный ветер. Днем воздух прогреется до плюс 25. К вечеру похолодает до плюс 18. Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!